добрый день дорогие друзья вы на канале клан сибирских цветочниц и сегодня небольшой сюжет о том как зимуют черенки гортензий конкретно у меня в моих условиях городской квартире на прохладном подоконнике максимально прохладном батарея отключена теплый воздух сюда не идет под освещением конечно же под освещением дополнительной подсветкой для того чтобы черенки выжили их продержались и немножко росли в течение вот этой вот зимы черенки эти я укореняла в августе то есть они довольно позднее может быть даже в сентябре то есть позднее черенки которая и собиралась собой взять на зимовку квартиру с тем расчетом что они у меня подрастут и в следующем году уже окрепшие будут высажены большие контейнеры и будут украшать мой участок это конечно же макрофилла гортензия то есть та которая не зимует в открытом грунте у нас в условиях сибири не вымерзают цветочные почки поэтому мы вот таким украшением прибегаем чтобы ее сохранить часть взрослых растений у меня находится в подвале не провязывающим подвале и у меня были сюжеты о том как я подготавливала к зимовке а это я показываю молодые растения и так смотрите и было всего шесть штучек и у них у всех по-разному идут дела хуже всего идут дела вот у этого череночка то есть он и был самый маленький но он еще сбросил все свои листочки вот это засоленность земли это я грунт брала потому что не свежий а тут который уже был использованный на даче но я думаю что этот черенок он тоже выживет и вырастет потому что ну просто просто он отстаёт что касается других у них дела идут немножко получше они у меня двух сортов двух сортов вот и вот посмотрите как бы несмотря на то что отсушиваются листья а это может быть как ни странно воздействие например сухого воздуха теплого из комнаты или это может быть перелив перелив то есть при переливе тоже такая же история вот любом случае это не болезнь горшочек тяжелый поливается через низ вот сейчас уже все впитали то есть недавно поливала вот ну и вот смотрите вот они молодые листья разворачиваются все с ними в порядке в отличие от соседки вот посмотрите соседней вроде растет это немножко другой сорт но мы сейчас не о сортах речь я попутно убираю отсушенные листочки вот это немножко другой сорт хлорозит хлорозит тяжело не хватает кислотности не хватает не знаю солнышко не хватает тоже я буду поливать лимонной водичкой чтобы было проще а вообще лучше всего ортофосфорная кислота я немножко привезла с собой если найду я имею ввиду что большая упаковка она на дате а если найду полью конечно ортофосфорные станет то лимонный вот рядом тоже экземплярчик тоже видите хлорозит это состояние оно никак не связано вот с этим вот подсушиванием листьев если вообще нужно убирать черенок санта-круза в которых я рассказывала если нужно убирать по мере их отсыхания по-хорошему не надо их отрывать убирать то есть пока растению нужно нужен этот весь нужно его сохранять вот этому замечательно живется черенку потому что видите что вот у него два получается победа станок вытащить свой два побега я сейчас покажу поближе лучше можно было посмотреть таким образом это тоже не получается вот так достать да видите то есть один и второй и они прекрасно 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 себя чувствуют вот я думаю что здесь будет растение довольно таки мощное хорошее вот и единственное я не знаю я вот такие черенки я их сохраняла этот лист я не убираю потому что еще рано я такие черенки сохраняла прошлой зимой позапрошлой зимой но это все закончилось тем что я их просто дарила то есть весной я их дарила и в общем то у всех цвете растения которые вот прошлогодние черенки росли на цели на следующий год следующим летом поэтому я не совсем уверена но я думаю что вот эти молодые растения тоже будут цвести у меня на участке эти я наверно оставлю себе на замещение старых вот а вот старые маточники я посмотрю как они перезимуют и возможно попробую их вырастить в открытом грунте в этом сезоне если сможете дать какой-то совет по поводу выращивания вот этих молодых буду очень благодарна спасибо что были с нами а с вами сегодня была анжелика пока пока а